Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала маркетса, где на ежедневной основе мы публикуем большое количество конкретных торговых рекомендаций и фундаментальных заметок, которые также помогают ориентироваться в долгосрочных перспективах разных финансовых активов. С некоторых пор мы начали также размещать конкретные торговые идеи по рынку криптовалют. Кому интересно, пожалуйста, дополнительный материал. Друзья, я снова обращаюсь к вам с позиции того, что ваш фидбэк всегда нам полезен. Мы подстраиваем, адаптируем контент специально для вас. Очень хотим, чтобы вас все устраивало, вам все нравилось. Поэтому пользуйтесь возможностью комментировать каждый пост. Ну, разумеется, мы ждем все-таки конструктивных комментариев. Если есть особая потребность что-либо увидеть дополнительно с нашей стороны, обязательно пишите об этом, в том числе и вашим персональным менеджерам. Обязательно сделаем. Ну что ж, как мы и ожидали. После продолжительных праздников, которые в целом, можно сказать, еще не до конца завершены, но на рынках остается одна и та же тема в качестве центральной – это распространение омикрона. Мы, будучи инвесторами, трейдерами и спекулянтами, также следим за тем, как развивается ситуация с новым штаммом, как он влияет на мировую экономику и, самое главное, как он влияет на рыночное настроение. Что сейчас точно можно сказать, что настроения на финансовых рынках остаются неоднозначными. С одной стороны, мы видим периодически попытки желания участников рынка выкупить все, что имеет отношение к риску, потому что есть много подтвержденных фактов того, что омикрон, несмотря на высокие темпы его распространения и высокий коэффициент заразности, скажем так, не провоцирует такое количество госпитализаций. Де, кто и вовсе оказывается в больницах, их реже переводят в отделение интенсивной, скажем, терапии. Многие делают ставку на кампании по вакцинации, на такой коллективный иммунитет, на то, что протекает омикрон в легкой форме, а поэтому считают, что влияние на мировую экономику будет менее серьезным, чем ожидали и предполагали ранее скептики, поэтому бояться нечего. Но, с другой стороны, хватает и тех, кто считает, что риск сейчас нужно продавать, потому что омикрон еще не до конца изучен. И, несмотря на все, что я только что сказал, все равно человек, который им заражается, вынужден уходить на карантин, пусть разные периоды в разных регионах, ну, там, где 5 дней, где 10 дней, где больше, но это все равно период изоляции. Это значит то, что предприятия теряют на определенный промежуток времени сотрудников и работников, очень заметно это было в гражданской авиации США, где отменяют по-прежнему, друзья, тысячи рейсов из-за того, что некому обслуживать людей. И эта нагрузка на корпоративный сектор, она в конце концов должна лукнуться в показателях и индексах роста сферы услуг, промышленности и в целом экономики. Поэтому я прекрасно понимаю тех и других, но если вам интересна моя точка зрения, то я все-таки сторонник того, что омикрон – это больше негативный фактор, и как бы не хотелось его сейчас погасить в плане какого-то развития негативных последствий, я думаю, что он еще проявит себя, особенно сейчас, после рождественских, новогодних праздников. Напоминаю, что ранее главный санитарный врач США Айнтониф, а очень многие представители Всемирной организации здравоохранения, нас призывали готовиться к пику роста числа заболевших омикроном как раз ближе к концу января. Поэтому ближе к концу января ситуация станет более ясной, более понятной. До этих пор я останусь в рядах тех, кто считает, что риска лучше избегать, а если есть возможность, даже продавать. Поэтому доллар у меня ставка в лонг, сейчас индекс доллара 96.25 растет. Если вы считаете, что не на чем доллары расти, вы заблуждаетесь, друзья. Индекс доллара растет, потому что повышается доходность американских облигаций, которые сейчас находятся на максимумах за несколько месяцев. Посмотрите, десятилетки 1,71%. Двухлетние облигации, пятилетние облигации, может быть, даже в плане перспектив ужесточения монетарной политики, более показательный и более стоящий индикатор. У них тоже показатели доходности зашкаливают. И это как раз отражает то, что ФРС готовится к скорому повышению процентной ставки. Статистика, которую мы анализируем на этой неделе. Главный отчет еще впереди, но он фармпырился в пятницу. Но предварительный релиз ADP лучше некуда. 807 тысяч новых рабочих мест с прошлого роста на 505 тысяч. Активность в сфере услуг по версии маркет 57.6,57,5. То есть, посмотрите, сфера услуг, рынок труда, все замечательно. Протоколы, которые вышли накануне, стали еще одним подтверждением того, что представители ФРС все единогласно склоняются к позиции того, что программу количественного смягчения нужно сокращать более ускоренными темпами. Это, соответственно, приблизит первое повышение процентной ставки. Перед нонфармпырлс, который выйдет завтра, сегодня будет отчет ISM в сфере услуг. Я думаю, что цифры также не разочаруют. Поэтому в сухом остатке достаточный бэкграунд в виде сильной статистики, ожидания дальнейшего роста процентных ставок, точнее, возобновления вот этого тренда, тенденции, траектории, которую мы, правда, не видели уже много лет, но все-таки рано или поздно не должно было случиться. Три повышения процентной ставки вполне реальны в этом году. Я сторонник идеи того, что именно так оно и будет. Поэтому по индексу доллара ставка в лонг и движение выше 97 пунктов. Золото пока что в шарте и ожидание снижения 1700 до 1780, может быть, даже ниже. Я все-таки думал, стоит ли зашартить золото по текущим уровням. Но вот тот факт, что мы снова вернулись к, по сути, поддержке 1800, доказывает, что рынок золота очень счастливен к высокой доходности американских трежерисов. Поскольку я только что сказал, что, скорее всего, 10-летний трежерис и рынок долга, облигация США будет расти, соответственно, золоту будет очень трудно конкурировать с этим. По рискам евро в коротких позициях я удерживаю, с целями 1.12 и ниже. По фунту 1.3526 сейчас рекордные показатели в числа заболевших в Англии. Но Джонсон, премьер-министр Англии, продолжает успокаивать всех, что у него ограничений не будет. Я думаю, что он передумает, друзья. И решение изменит. Опять же, ближе к концу января, когда, не дай бог, но все к этому идет, в Англии будет зафиксировано уже 250-260 тысяч новых случаев заболевания. Рынок нефти пока не трогаем. М7963 пока что эйфория присутствует от решения ОПЕК о том, что они договорились продлить действие соглашения по наращиванию добычи на 400 тысяч баррелей на февраль. И это было интерпретировано как доказательство того, что эксперты ОПЕК уверены, что микрон не окажет влияние на спрос, на мировую экономику, на темпы ее восстановления. Значит, все будет хорошо. Тоже это несколько поспешные выводы, поэтому на них не стоит строить какую-то новую торговую идею. Я думаю, что будет еще больше оснований для того, чтобы все-таки принять решение продавать или покупать рынок нефти позже. Но я склоняюсь к тому, что рынок нефти ждет все-таки распродажи, особенно после последних данных из США по запасам, которые сообщили о том, что запасы бензина в Штатах выросли на 10 миллионов баррелей. Это еще одно подтверждение того, что спрос там продолжает снижаться. S&P, друзья, здесь без сделок 4671 пункт, но все-таки хочется уже зашартить этот индекс. Соответственно, когда я приму решение поступить так, вам об этом расскажу. И биткоин, как мы ожидали, идем вниз. Ближайшая цель 40 тысяч долларов. Следим за развитием событий с китайским девелопером Эвергранда. Но есть еще новости из Казахстана именно относительно падения хешрейта, из-за того, что в Казахстане сосредоточена практически пятая часть майнинговых мощностей. И, возможно, это имеет место быть в качестве причины следственной связи, но в любом случае рынок сейчас показывает ту динамику, которая нам была нужна. Ждем биткоин еще ниже. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.